всем привет блокпост начинает работать рубрика хобби часть и так шаг следующий это необходимость вооружить нашего бойца ну вот например таким дротиком я решил использовать дротики металлические из проволоки как я это делаю мой способ смотрите берем проволоку проволока она не очень толстая такая столистая эту проволоку я обычно беру из знаете эти трубы гофрированная когда их устанавливают там внутри идет такая проволока чтобы протаскивать провода внутри трубы потом эту проволоку обычно выкидывают вот ну и время одного из ремонтов очередных я эту проволочку себе подобрал и вот успешно использую чем хорошая эта проволока она достаточно мягкая на легко плющится легко обрабатываться надфилем и при этом она ну в отличие от улюминиевой не гнется каждую минуту вот в общем работаем с этой проволокой размер дротика подбираем его эмпирически ну вот если я нас на бойце уже сделал такой дротик значит ну примерно и у всех бойцов будут ну плюс-минус примерно вот такие вот я не заморачиваюсь миллиметрами это детали значит что делаем дальше примерно прикинули взяли кусачки так отломили проволочку кончик плющим плющим для чего ну чтобы сымитировать какой-то наконечник совершенно необязательно это делать конечно просто не хочется ну как бы как бы представлять что все таки это некая копия оружия и тут есть какой-то ну ярко выраженный наконечник острить его вот так в иголку совершенно не обязательно даже наверно вредно потому что ну уколешься да и все а так вот принципе двумя там тремя движениями надфиля расплющенный конец стальной проволоки легко приводится в чувство здесь вот задний конец дротика мы сглаживаем вот и теперь чтобы совсем окончательно довести до ума мы делаем по середине дротика как поправил середине дротика где примерно будет ладошка ну еще раз сжимаем кусачками чтобы расплющить серединку для чего для того чтобы вот в этом месте в кулачок проволока чуть меньше чем диаметр отверстия в кулачке и вот чтобы дротик сидел плотно мы сделаем такой вот расширеницем даже можно еще добавить немножко вот чтобы на супер клея все-таки жалось хорошо потому что просто на клею мы сами понимаете полиэтилен не очень держит так технология проста как апельсин берем супер плей какой у вас есть берем дротик вот на это утолщение наносим капелюшечку клея буквально капелюшечку вот и заднем конец дротика задним концом начинаем вставлять в ладошку отверстия здесь уже есть вставляем аккуратно так чтобы она не проскочила ладошку с одной стороны вот и клей весь остался внутри все боец вооружен и очень опасен так теперь мы что делаем теперь мы должны загрунтовать наши дротики вот я беру умбру жженую от ладоги вот эту вот почему мы грунтуем их сейчас а не до там из баллончика еще мы это делаем сейчас потому что если бы дротики были загрунтованы до того как мы их вклеили в кулачок то половина грунта у нас просто бы банально съехала когда мы запихивали бы дротик в руку воина поэтому грунтовать приходится уже вот сейчас это конечно не очень хороший вариант грунта просто краска она естественно будет не очень хорошо держаться не буду врать но в принципе лучше уж такой грунт чем никакого так мы даем возможность этому подсушиться ну а дальше последний штрешок и делаем дротик красивыми так как мы с вами по-прежнему работаем значит в плане быстро покраса то не заморачиваемся есть у звезды древесная краска ну окей значит дерево и будем ей красить без всяких там полутонов и оттенков просто древко покрасим этой красочкой древесной при наложении на темно-коричневую основу она даст такой благородный темненький цвет такого ухватанного руками древка так дальше оставляем немножко рядом с наконечником неокрашенным это у нас будет покрыто металликом ну для пущей имитации того что здесь у нас стальной наконечник берем опять же вот вороненую старец звезды номер восемь прекрасная красочка рекомендую так и так сказать придаем наконечнику благородный металлический блеск если хочется сделать такое прям хищное жало то поверх можно мазнуть немножечко ну например серебряной краски той же звезды вот у меня есть такое желание вот краска 05 стряхиваем энергично обязательно в металлике особенно любят расслаиваться и чуть-чуточку берем красочки серебряночки и так раз слегка наконечник под подсветлим чтобы он так сказать в лучах восходящего солнца немножечко сверкал это так чистая чистый пендреж все боец получил оружие так теперь 12 раз пока весь отряд невооружим теперь щиты я решил данному отряду я не знаю вот ли еще не отряд такой вот на этом отряду решил что щиты у них будут раскрашены чтобы добавить некоторые яркости и раскрашены у меня будут простенько пол щита одного цвета пол другого на щите есть некий кантик как бы вроде намекают что надо металликом красить но я не буду потому что у меня все-таки ополченцы они по сути своей оборванцей и не может у них быть щитов окованных железом собственно я даже не уверен что они в реальности это были такие щиты и здесь вот не заморачиваясь совершенно не прорисовывая такие там текстуры против просто наносим цвет да и все вот как бог на душу положит до щиты предварительно были загрунтованы какой-то темной красочкой и вот так вот вот я так полупрозрачненько сделаю я хочу чтобы все-таки ополченцы были ну было видно что они такие голодранцы в общем то все такие с некой претензии на красоту такой вот карминовый да карминово охреной щит будет и у каждого бойца щит будет разноцветные это добавит им яркости с одной стороны а с другой стороны так как все щиты будут вот покрашены так на две части разделены это придаст единство отряда но по-моему я это уже говорил в артышках старости слабо глазами стал вот так примерно и сейчас всех покрашу как-то выберу цветовую схему и вперед вот такая получилась картинка ни на одном бойце заметьте краски не повторяется на щитах вот получилось немножко мультяш на ну такой радостно веселый отряд в общем чего хотел то и получил сейчас займусь подставками и когда все окончательно соберу покажу вам уже отряд готовом виде итак у нас ролик уже что-то подзатянулся так ну вот все это у нас финальный кадр ребята что называется в сборе как видите ничего особенного на подставках и не соорудил так песочек вместо грунта камушки статиграс и кусочки модельного мха будем считать что отряд пеших ополченцев готов к бою вот ну и можно переходить к следующему отряду сегодня героями нашего ролика станут пешие ополченцы пешие ополченцы это как говорят правило плохо бронированные копьеносцы ну где-то в чем-то нелегка заменяющие сержантов обычно несут щиты но не есть некая нехватка доспехов так что мы видим по правилам на пеших ополченцев 12 моделей в отряде 3 очка для набора ну 4 отряда можно взять пеших ополченцев ну если 4 на 12 48 моделей можно покрыть все поле этой массой ополченцев вот что видим атака на 6 плюс конечно точнее трудновато идут в атаку понятное дело проще на движение ну тоже так стрелять не могут довольно храбрые пацаны так не странно 4 плюс ну понятно тем того что у них доспехов мало той же участь маленькая всего два попадания фигурка уходит но и же можно просто в поле вывести целую толпу так атака понятно 5 плюс а защита сайте 4 плюс ты защита в них как у латников и у пеших сержантов стоят дешевле так можно выставить лавину их и они будут в обороне также отмахиваться как собственно говоря выше названные отряды так при этом заметьте в них максимальное движение 8 дюймов то есть более такие более скоростные ребята то же самое у них есть правило шелтрон о котором я уже говорил по сержантам вот это вполне хорошо то есть может добавить им доспех выставить шелтроном стать и попробовать их укусим не уже доспех станет как у сержантов и отмахиваться будут как сержанты а стоит напомню еще раз дешевле сержантов вот а я решил использовать эти модели сделал два отряда добавил такую опцию я ну как бы ополченцы меня будут как ополченцы быть но я и сделал так чтобы у них были в на вооружении дротики при желании их можно как бы и считать из-за копья вообще принципе как бы я и планирую использовать как метателей дротиков вот если отряд вооружаются ополченцев дротиками он дорожает на одно очко вот но зато получает возможность стрелять от мне кажется что такие ополченцы умеющие стрелять на 6 дюймов лучше чем ополченцы которые стоят в поле и отбивается от атак всячески мне почему так кажется хотя может быть я ошибаюсь поскольку пока мои выкладки сугубо теоретические дистанция стрельбы на 6 дюймов попадание на 5 плюс вот таких я ребят решил сделать себе в армию